здравствуйте дорогие друзья щелкают недели вот уже все пятница опять шаббат перед нами почему в мире так много испытаний и проблем мудрецы говорят что ответ очень простой потому что человек не исполняет то что он должен сделать для чего он пришел в этот мир и приходится его подталкивать помните как бог поставил вращающийся меч что такое вращающийся меч который возвращает все время человека на дорогу жизни которой он сходит постоянно подталкивая нас событиями какими-то иногда которые мы считаем неприятно вот давайте возьмем простой вещь после шестидневной войны 1967 года в израиле никто не мог достать ни одной пары твилин в марте поддержанный твилин прислали там контейнер из сша это была самая большая здесь ценность почему у многих было такое чувство что вышли небредимыми из огненной печи чудо победа громадно превосходящим врагом победа молниеносной практически бескровной породило движение возвращения к велику то есть нужна была опасность чувство беды и раз тогда человек он просыпается вот посмотрите если бы машер обаину пришел к евреям на второй или третий год пребывания их в египте когда они были вообще в шоколаде когда у них полный порядок когда казалось что они руководят всем фарон друг наш там и так далее ну что я пришел бы сказал давайте выходить там где-то искать бога да никто не вышел получается что человек ищет бога только тогда когда ему трудно человек ищет дорогу к духовности когда рушатся все остальные мосты бог знает человека великолепно и он знает что и бог подсказывает что ищи меня находи свою дорогу которая тебе прислал пока все хорошо но чем делает это только в критической ситуации вывод если бог хочет помочь человеку получается он должен создавать ему какие-то непростые ситуации чтобы человек себя проявил и следующий вывод значит нам самим без того чтобы нас подтолкнули если мы будем делать то что бог хочет у нас не будет неприятностей поэтому очень еще раз важно понять что все все что происходит в мире все все всякие какие-то события нам на пользу и мы либо зарабатываем себе бонусы для вечной жизни либо исправляем грехи совершенные прошлом все неудачи аварии которые с нами происходят по сути ничто иное как логическое следствие какого-либо наше действие в это или предыдущей жизни был такой психолог фрэнкель который он не был религиозным человеком он в своей книге попытался взять ответ о смысле страданий и он написал что подобно тому как животное находясь своей среде не в состоянии понять человека его мир так и человек не может понять сверх мир не может не может чем недоступен следующий мир смысл этого мира непостижим для него он не может выйти из своего измерения он может только верить поэтому вера это только единственное что есть поэтому надо искать и обращаться к богу когда все хорошо потому что произошло какое-то радостное событие произошло что-то хорошее это просто настроение хорошее закрепи это тут же сделай доброе дело или просто или запиши что-то расширяй радость надо раз вот тебе что-то попадает от радости расширяя ее по земле увеличивая ты увеличиваешь себя таким образом обратите внимание мертвое море называется там потому что в него в единственном море куда впадают реки и ничего не выходит из него ничего давайте по логике рассуждать обычной если все в меня впадает по идее я стану скоро океаном ведь я же ничего не отдаю и только получаю мертвое море казалось будет самым большом на земле ничего подобного высыхающие совершенно почему потому что брать и не давать это противоположно жизни потому что жизнь это давать потому что жизнь это вот такой вот а расширяя себя ты отдаешь вот этот человек должен понять он для этого пришел этот мир не чтобы брать не то чтобы кушать не то чтобы пить а для того чтобы что-то давать еще если человек не дает он не человек он не выполняет человеческую функцию вот и все поэтому попробуйте что-то дать кому-то улыбку кому-то еще что-то попробуйте увидите как это все меняется это не я говорю это мудрецы написали перед нами шаббат как раз очень хорошая когда давать шаббат это день человека есть такой там есть день там медиков весь еще этот день человека и вот человеческой сущности шаббат возвеличивает каждого из нас не нашу специальность не наши трудовые достижения и не умы не способности а именно душу шаббат это день души и вообще вот если не дай бог забыть о сущности шаббата в первую очередь вредим своей душе поэтому давайте попробуем шаббат ну чем-то поделиться еще лишний раз улыбнуться чтоб шаббат стал настоящим шаббатом и чтобы это помогло нам браха вацлаха